Сегодня прошло расширенное заседание коллегии прокуратуры Чувашии. Прежде чем приступить к отчетам и подведению итогов, правоохранители поздравили с 96-летием со дня образования прокуратуры Чувашии. Между тем, убийств тяжких и особо тяжких преступлений в республике стало меньше. Выявляемость коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 30%. Пресечено 229 деяний коррупционной направленности. Глава Чувашии отметил те направления, в которых еще предстоит большая совместная работа. Остановлюсь на ряде вопросов, которые требуют нашего повышенного внимания. Это борьба с неформальной занятостью, соответственно, выплата зарплаты в конвертах, бескомпромиссная борьба с непортильщиками за поставленные энергоресурсы. Эти проблемы возможно искоренить только при межведомственном взаимодействии, подчеркнул глава Чувашии. Именно благодаря слаженной работе прокуратуры, других правоохранительных органов и властей региона в этом году удалось снизить долги по зарплате. Ситуация непростая, но положительная динамика есть. Реально восстановлены права работников целого ряда предприятий и организаций республики. А на пяти предприятиях в банкротах, сохранявшееся длительное время по причинам проведения различного рода конкурсных и иных процедур, задолженность по заработной плате полностью погашена. На общую сумму 25 миллионов рублей. Это тоже заслуга здесь присутствующих прокуроров и всех, кто помогал работать в этом направлении. За год общий размер задолженности по заработной плате в Чувашской республике удалось снизить с 99 миллионов рублей до 68,5 миллионов рублей. Вместе с тем, эта сумма, опять же, недопустимо большая для республики. Люди должны получить деньги, которые они заработали честным трудом. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика.